Меня зовут Артём и вы смотрите мой видеоблог, посвящённый изготовлению трейна TremSan Terrain. Вначале небольшое извинение, что у меня достаточно долго не было, а теперь продолжим. Итак, продолжаем работать с руинами. Вот что у нас получилось. За прошедшее время все обработали кладку, разные варианты. Теперь займёмся подставками. Для чего нам нужны подставки? Во-первых, подставка это достаточно красивое дополнение к основному трейну. Во-вторых, к некоторым элементам трейна она просто необходима, потому что она добавляет нам устойчивость. То есть вот такую колонну достаточно легко уронить. Некоторые от этого нервничают во время игры. С чего мы будем делать подставку? Обычный кусок ДВП. ДВП. Почему ДВП? Потому что дешево, сердито, практически не поддаётся коррозии от ПВА и достаточно легко режется. Если у вас есть возможность, то используйте ПВХ, потому что ПВХ всё-таки оно проще обрабатывается. Хотя, допустим, у ДВП есть плюс, шероховатая иногда у него поверхность. Хотя есть двусторонняя полировка. Не знаю, как называется, тоже ПВХ. ДВП. Он у меня с шероховатостью, то есть он достаточно плотно прилегает к столу. В этот раз вместо ручки мы используем маркер. Размер подставки выбирайте индивидуально. Здесь я сделаю не очень большую для этих двух элементов. Форма также произвольная. Единственное, что делайте подставку, постарайтесь, чтобы у неё не было углов. Это дополнительно сгладит общий вид террена, когда он поместится, он будет стоять на столе. Произвольно нанёс условно прямые линии. Сделал несколько резов. Здесь так же, как и в работе с пенополистиролом и ПВХ, необходимо несколько раз пройтись ножом. Можете спросить, почему я делаю ровные резы. Хотя, я говорил, что надо делать скругление, произвольность. Всё дело в том, что материал достаточно плотный. И первую обработку, первую форму, проще сделать угловатой. После этого, эти углы можно будет аккуратно обрезать. Смотрите, какой нюанс. Сокая-то подставка, можно долго не обрезать. Сделали несколько надрезов. Чуть подломили. Треск, надеюсь, слышали. И ещё раз прошли с ножом. Всё. У вас получается такая вот бахрома. И мы её аккуратненько обрабатываем ножом. Некоторые делают подставки из картона. В принципе, это допустимо, если у вас очень-очень плотный картон. Не гофрокартон. А именно очень плотный картон. От двух миллиметров, скажем. Но в таком случае, на мой взгляд, всё-таки лучше найти ДВП. Где можно найти ДВП? Ну, я не думаю, что есть смысл для вас ехать на строительный рынок. Только если вы не занимаетесь, скажем так, профессиональным изготовлением террена. Не собираетесь заниматься профессиональным изготовлением террена. Ехать на строительный рынок и брать пластину ДВП размером метр двадцать на метр двадцать. Всё гораздо прозаичнее. ПВ... О, господи, ДВП используется везде. В основном мебели. То есть, задники шкафов. Дно ящиков. Его регулярно кто-то выбрасывает. Со старой мебелью. Где-то валяется у кого-то на даче. На балконе куски этого материала. Так. Вот. У нас получился такой условный прямоугольник под вот эту руинку. теперь мы делаем что? Мы берём и произвольно радиально срезаем углы. так же аккуратненько убираем все фаски, которые образовались. вот такой вот сделаем надрез. нюанс работы с ДВП такой же, как и с картоном. Материал достаточно плотный, лезвие садится достаточно быстро. Ну, поскольку здесь у нас сегментом идёт сегментами идёт лезвие, то после того, как я сделаю все вот эти вот подставки под трейн, под наши руины, придётся лезвие обламывать. Потому что она очень сильно затупится. Так. Несколько надрезов так же. Придерживаем заготовку. Аккуратно обламываем. Срезаем. Вообще, материал достаточно хороший всё-таки. Ну, и практически оптимальный. Из него нужно делать дороги в вашем террине. Рейки, каналы. Если у вас есть, допустим, какой-нибудь инструмент на вроде дремеля, то, конечно, работа пойдёт быстрее. Но на начальном этапе вполне хватит ножа. Смотрите, здесь вот получается, что если вот у вас нож без металлической вставки, то он, ну, я думаю, что даже если бы делали вот одну и одну такую подставку, он бы уже у вас пришёл в негодности. Пластик бы прорезался от лезвия в ноже и нож пришёл бы в негодность. А здесь достаточно всё легко. Лезвие не люфтит. Аккуратно себя идёт. Паску желательно снимать по всему периметру. Сверху небольшое. Для чего это? Миниатюра проще становится. Избегается практически так называемый синдром падающей миниатюры. Плюс подставка потом будет более естественно выглядеть на столе. Она будет слегка сливаться со столом. У вас не будет цепляться. Вот. Собственно говоря, вот подставка готова. Берём нашу руину прикладываем её. Располагать можно как угодно по диагонали прямо с уклоном. Вот. Так. Чем будем клеить? Клеить будем титаном либо в ПВА. Вот. Так. Сейчас мы найдём наш титан. Секунду. Вот он. чтобы сэкономить маленько на расходе клея обводим основание. основание. И наносим клей. Слишком толстый слой не надо наносить, потому что во время высыхания он начинает этот клей немножко разбухать. Что, соответственно, получается у нас лишние зазоры. придерживаем рукой в первое время. Причём склеивается достаточно быстро этот клей. Но полное высыхание всё-таки занимает некоторое время. Желательно там час-два для полного высыхания. Так. Теперь берём немножко расставим всем знакомый ПВА и наносим его. Также вы можете видеть знакомую ёмкость жёлтого цвета, чтобы у нас лишний раз песок по квартире не разбегался. Нанесли. Размазали. К основанию чуть больше добавляем ПВА, чтобы он скрыл возможные щели, которые образуются после высыхания клея мастера или титана. Размазываем всё это дело кисточкой. Ну, сейчас мне неудобно, но вообще в принципе вы можете у нас оставались куски пенополистирола, из них вырезать несколько камней и в тех местах, где камни якобы выпали, рядом со стеной приклей похожие по размеру камня. Так, ну, практически вот всё. Мы покрыли ПВА, кисточку в воду, чтобы она не засохла. прижимаем и засыпаем всё это дело песком. поворачиваем, засыпаем, поворачиваем, засыпаем. при использовании такого контейнера песка можно сыпать чуть побольше для того, чтобы он ещё сам себя подмял и поплотнее закрепился. Так, что ещё? Грунтовать либо обезжиривать на данном этапе подставку смысла нет. То есть, всё достаточно хорошо у вас. приклеится. Берём торцом маркера придавливаем, чтобы больше песка у нас казалось на подставке. Теперь смотрите, если вы где-то что-то у вас там не приклеится, расстраиваться не стоит. Пустые вот эти лысые пятна можно будет в будущем также либо засыпать песком, либо наклеить на эти места кусочки флока. Осторожно. Ну вот, собственно говоря, и всё. Я пока что займусь изготовлением оставшихся оставшихся подставок под наши руины. От вас ожидаю новых комментариев, пожеланий, лайков, репостов. Что ж, до встречи в следующем видео. Всего хорошего. Пока.